Глава Россотрудничества Евгений Примаков, внук советского и российского политика Евгения Примакова, встретился с ректором Казанского университета Ильшатом Гафуровым. О том, как прошла встреча и какие вопросы на ней обсуждались, узнаете в нашем следующем сюжете. Казанский федеральный университет с рабочим визитом посетила делегации Россотрудничества во главе с руководителем федерального агентства Евгением Примаковым. В мероприятие принимали участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, вице-премьер Республики Татарстан Василь Шахразиев, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Тинуров, начальник управления образований и науки Россотрудничества Ольга Филонова. Визит начался с экскурсии университета и рассказа об исторически значимых лицах Казанского университета. Далее в императорском зале гости могли сфотографироваться на стуле императора Александра I. Сфотография есть. Дальше гости осмотрели аудиторию, в котором учился Ленин, и после чего провели заседание в зеленом зале. В рамках встречи обсудили возможные направления дальнейшего эффективного сотрудничества. Ректор Казанского университета продемонстрировал гостям современные возможности одного из старейших вузов России. Также он напомнил об уже существующих проектах, которые успешно реализуются совместно с Россотрудничеством. В том числе говорили о ряде проектов по поддержке изучения русского и татарского языков в зарубежных странах. Во время встречи с послом Индии он категорически нас просил, чтобы мы на русском языке преподавание осуществляли. Я тоже удивился. Я думаю, почему. Он говорит, вы знаете, если они будут хорошими врачами и будут знать русский язык, они будут более конкурентно способными, будут работать на всей территории СНГ. О перспективах и предложениях по дальнейшей совместной работе рассказал проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев. Мы планируем открытие детского садика. Это будет непростой детский сад. Такой челлендж для нас – это детский сад по работе с детьми с расстройствами аутического спектра. Также участники встречи обсудили тему повышения качества отбора и мотивации студентов. Рассмотрели возможность предоставления на конкурсной основе бюджетной квоты университетам. У нас, условно, конкурс асистатов, плюс к этому дополнительный, скажем, мы даем конкурс в портфолио, где мы даем дополнительные баллы за олимпиады, за какие-то заслуги, за песни, за какие-то условия. Мы можем, опять-таки, учитывать ваши олимпиады, дополнительные дародачки, еще что-то учитывать. Отдельно говорили про увеличение числа иностранцев на программах постдипломного образования, отметив необходимость упрощения процедуры предоставления магистрской и аспирантской квот, введение квот на дополнительное профессиональное образование и под программы двойных дипломов по заявкам университетов. Евгений Примаков высоко оценил уровень научной и образовательной деятельности Казанского федерального университета. Также глава Росотрудничества предложил устроить дополнительную встречу для обсуждения развития некоторых проектов и высказался по поводу дальнейшего взаимодействия с Казанским федеральным университетом. Поле огромное. Во-первых, самое очевидное – это большое количество иностранных студентов, которые обучаются здесь. Необходимость обучать русскому языку лучше всего заранее, конечно, на той территории, на тех странах, откуда они сюда едут. Мы тоже сегодня обсуждали, как сделать подготовительный факультет, ну или что-то вроде того, для подготовки студентов, которые приезжают не только в Казанский университет, в принципе, в Россию. В конце своего рабочего визита Евгений Примаков встретился с иностранными студентами Казанского университета, обучающиеся по линии Росотрудничества. Студенты предложили свои идеи, которые глава федерального агентства с радостью принял во внимание. Энджи Минебаева, Фарид Захетуклы, Универньюз.